Здравствуйте друзья! Последний фильм в 2021 году. Я, Железов, я прощаюсь со старым годом. Он был разным и хорошим, и плохим. Хорошим то, что количество сорт образцов Железова по стране увеличивается и увеличивается, а плохим, потому что это очень узкий круг. У нас так мало. И ситуацию в стране мы исправить не можем. Вот такой грустный понедельник, вот такое окончание 2021 года. Но начнется 2022-й, и вдруг, как говорил мой покойный друг Латинков, Юрий Алексеевич, высшие силы мешаются и помогут. Посмотрим. Будем надеяться. Олицетворением высших сил является вот этот человек. Вот. И знаменитая картина. Это наш национальный герой. Вот. Этот человек отдал свою жизнь. Вот. Когда надо было, он сменил садовый нож. Вот. Значит, может быть, кадила, может быть, еще какую-то работу в монастыре на боевой топор. Вот он рядом стоит. И отдал свою жизнь за Родину. И вот эта картина стала лицетворением того, что вдруг, правда, у нас есть свой садовый ангел на небе. Ладно. Потом вы это все прочтете. Можно остановить в любую минуту просмотр и почитать. Второй раз показываю, не могу удержаться. Нас стало больше. Вот. Ядекс все-таки. То есть, Ютуб, он давал нам возможность показать нескольким сотням. Дальше не шло. Старые фирмы были тысячи просмотров. Но никаких миллионов. Или хотя бы десятков тысяч. Это такая редкость. И вдруг теперь есть возможность увидеть эти же самые фирмы в Яндекс.Дзене. Это совсем другой уровень. Другой круг общения. Значит, будем продолжать. Одна из главных проблем заключается в том, что я рассылаю косточки, в том числе из таких вот плодов. Вот. И все равно подвергся такой критике. Неудобно еще раз повторять. Уже в десятый раз. Хотя надо бы назвать фамилии. Но я просто говорю. Выпускницы Кемиллянской академии процитировали старую, в которой до них являются личные последние станции. Чуть они Библии. Их не странные. Которые звучат так. Вот. Если в саду свободное опыление, то из семенного материала вырастут жердеры и дички. Повторю дословно. Жердеры и дички. Итак, что из них вырастет? Давайте полистаем. Уже с этой точки зрения. Потому что просто я вам показывал. Мы восхищались, что в разных концах страны плотоносит то, что раньше считалось невозможным за пределами сада железного. Так и говорили. Нового железа. Да, не споем. Да. Да, супер. Дальше не пойдет. Точка. Чем они руководствовались? Тридцатыми годами прошлого века, когда на заседании научного общества было решено, что абрикосами заниматься в Советском Союзе бесполезно. Ну, имеется в виду в РФСР. Вот. Мы будем где-то догадываться, где-то это мои первые абрикосы, минус 47. Я не могу сказать. Это... В общем, мы будем где-то гадать. косточка, это семечко, или черенок привитый, но мой, вот, опять же мой, или саженец из питомника Сергея Железова. Поехали. Тут тоже я не могу гадать. Вот. Это абрикос Серафим. Укругнился. Ну, скорее всего, может быть, прививка. Где смогу там, это, мошеннические сайты. Почему мошеннические? Вот это все мои фото. Мое, 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 мое. И так сто раз. Вот. Это сразу. Одномоментно они были обнаружены человеком, которого зовут Ма, Виноградов Алексей, живет в Сызрани. Один из моих главных учеников и помощников. Везде мои фотографии. Везде, 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 везде. Везде. Это значит, что своих нет, садов своих нет. А почему мои? Это какая-то странная вещь. Живу в Сибири, в невыносимых местах для вот этих же абрикосов и персиков, причем неукровенных. Почему же это так получилось, что пришлось, когда-то я садю писал, называлась, ее напечатала, прицепно-хозяйство, тогда это было, о-о-о, а когда-то, о-о-о, что-о-о, тогда это было. А потом, прошло время, и теперь мне надо отпечатать снатипы, или фильмы снимать под названием бросок на юг. Вот так вот. В Сибири. Так, ладно. Это так. Гость из университета. Вот так. Я буду искать, где у нас из косточек. Так. Кстати, еще раз, мои персики когда-то представляли собой только, вот видите, вот такой вот черенок, который мне удалось срезать с практически мертвого дерева в поселке Сизае. Вот. И с этого началось триумфальное шествие абрикоса Хасанского по всей России. Вот. Это подвиг, я считаю, как у Бенхаузена, каждый день подвиг. Это один из моих подвигов неоцененных наукой. И так, а, во-во, интересный момент. Мы же не можем спешить. Два ведра вкусных с первым персиком собрали. А вот, елки-палки, из чего? Из моих костики или из моих черенков или саранцов? Ну, смотрите дальше. Хотела бы узнать. Завожу на сертификацию. У моих косточек тоже будут вкусные плоды? Да, Татьяна, будут вкусные. Почему? Догазательство здесь же, только здесь же. Вот. Но уже то, что у нее два ведра персиков, вот, которых нет и не может быть этих самых там же, в самарских научных учреждениях. так. Вот как нам угадать? Как нам угадать? Что персики наливают? Ну, вот что она у нее взяла? года. Можно сказать. Сама вырастила из косточек. О! Там-дарам-дарам-дарам-дарам-дарам-дарам-дарам-дарам. Там-дарам-дарам-дарам-дарам-дарам-дарам. Слышали? Это я сочинил? Или это она все-таки? Дальше. Она же. Минуточку. Приложение не сохранило. Ладно. Так. Она же написана. И еще один как он называется? Видеофильмик. Или это погодите. А это кино или это фотография? Ждем. Вот еще персики наливаются. Тоже деревьям три года. сама вырастила из косточек. Вот они какие у нас. Три года. Я вот смотрю и... Скоро-скоро будем уже собирать. Посмотрите. А это дикари пусть мелкие. Вот еще персики наливаются. Вот. Итак. Это мой триумф. почему, ребята, сейчас я вернусь где я был. Вот. Ага. Вот. Это мой триумф. Три года и вот такое творится. Вот. Пусть они мелкие, но они меньше уже не будут. Просто понимаете. А потом в других фильмах увидите, они ароматные, они вкусные, восхищенные эти. Вы понимаете, уже этого достаточно, вот этого, чтобы мордой ткнуть этим выпускникам Тимирязевки. Да что же вы это самое-то. Лезете где не понимать. Ну и вы-то не растили. Ну почему ссылаться на людей, которые были не умнее нас. Может быть, такие же умные. Ну человек потерпел это самое-то. Еще раз. Когда-то у нас в стране был очень узкий круг назовем это генетического разнообразия в виде яблонь, груши, абрикос, слив, вишель, першиков. Очень. И не очень качественно. И когда чуть только пробовали семенами, и опять получалось еще хуже. Когда свободное опыление, о котором я уже сказал, это не обязательно она должна дичать. манчжурцы стали в 2-3 раза крупнее. Почему? Да потому, что, извините за выражение, занимались половыми связями с рядом расположенными роскошными абрикосами. Это факт. Поэтому они дали прекрасные плоды. Идем дальше. Вячеслав. Ой, слушайте. Опять видео, ну-ка. Или это то же самое? Нет? открыть. А почему яблок нету? А, ну это про прививку. Ну сейчас мы полюбуемся на скелетную прививку груши. Так, и пойдем дальше. Я уж не могу пропустить. Это мои груши под названием лесная красавица. красавица. Леса это лесная красавица. Ладно. Это раз с моего черенка поэтому я показал. Ну как мне надо мы будем искать семена. Мы будем искать семена. Вячеслав Сергеев что он там 49 грамм. грамм. Так, а из чего? Некоторые поменьше. 47 грамм. Так. Ну, косточка отделяется. Вот такая косточка у меня. Вот такая микоть. Так, ну, конечно, не шедевр. Ладно. Вот. наверняка из косточки. Практически, я уверен, но не так. И не буду утверждать то, чего точно не знаю. Идем дальше. Так, еще одно кино. Сегодня 31 августа 2020 год. Созрел персик хасанский. Из чего? Такого вида. Беленького. Там вот еще один. Вчера я попробовал. Персик мягенький уже такого вида они. Сало как сало, что его пробовать. Так, ну, и ни слова про из чего выращено дерево. Ладно. Вот. Ни да, ни нет. Пойдем дальше. Так, посмотрим Аликалиев. Башкирия. Что нам преподнесет? Тоже кино, по-моему. 2 августа. Башкирия. Город Мелиос. Сегодня у Валерия назначение рождения, поэтому хотелось бы поздравить с днем рождения, пожелать долгих и плодотворных лет жизни. В общем, я уже несколько лет у Валерия назначения выписываю саженцы, черенки, косточки. Вот в том году тоже выписывал осенью. Тут вот Гольден Велишец, крово-красный апорт. Вот прививки в этом году прижились. Ага, черенки, значит. Вот они все прививки сделаны на сибирскую ягодную оружие. Моя семерка уже башки и росты дали. Тут же рядом вот персик у меня. Они уже выше человеческого роста. Персика где-то 10 деревьев у меня. В этом году тоже первый урожай. Четвертый год как есть прививки груши тоже прививал. Потом там яблони и вот тут тоже на этом персике тоже есть урожай. Сейчас покажу. Прививка это была или все-таки из косточки? Персик касанский тоже четвертый год заплудоносил впервые. Очень много плодов. впервые. Тогда наверное из косточки. Очень много плодов говорит мой ученик. Ну что что-то мы там провели. В общем Валерий Казаченко вам огромная благодарность. Ваше дело живет. Все будет нормально. Так ой девчата девчата как было гордо сказано после всех этих обрушившихся оскорблений выпустив с теми разевки ответа не ждем смотреть не будем и представляете и не знать вот так эту жизнь прожить вот там бабушка ладно я еще раз мой любимый анекдот посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула жизнь прожита зря и действительно он довольно я считаю жизненный этот и очень очень умный про порнофильм это образно вот тут у него 10 персиков плодоносит и урожай он сказал большой и перед этим также пожалуйста что большой урожай персиков как бы образно другой товарищ что я к чему это говорю вы же жизнь прожили выпускницы теми разевки получается зря вы же этого не знаете мы не будем смотреть вот какого-то металлурга представляете так прожить жизнь и не знать того что жизнь изменилась все уже уже ракеты летают вот уже на мерседесах ездят а не на запорожцах а что зря жизнь прожили ладно идем дальше так 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 мне кажется что или это все одно кино наверное это одно кино ладно Раиль спасибо и за добрые слова и за все спасибо вот Казань вот это вот уже абрикосы но мы берем шире не только персики но и абрикос наша задача узнать из чего мы ищем из косточек что мы глядим мы глядим что Казани тоже мои абрикосы подозрительно мелкие если крупные всякие вот будем дальше смотреть сливы абрикосы ух ты ух ты ух ты ух ты нашим полку прибыло я дождался урожая академика спасибо за косточки саженцы осталось открыто из чего а читаем на фотографии абрикос академик заказывал саженцы осенью 14-го года вместе с воином и журским саженцы сажал на холм видите я ничего не стираю воином на второй год погибло академик поджили с первого года дают плоды также заказывал косточки серафима амуры курдюмова и манчурского абрикоса к сожалению все перемешалось на грядке и выжили в основном на джурсе и амуры потому что крупных плодов не видел на грядке а так все таки из косточки пусть манчурцы пусть амуры вот ну про сливы это тоже интересно сливы взошли смотрим сюда ну будем нагадываться что если это из косточки годы прошли то в общем-то это успех вот да наверное потому что такие это 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 вроде бы уровень манчурцев только больно хороши красиво окрашены явно что они культурные будем считать что манчурцы дали еще один вариант сорта образцов ну что я считаю это успех это успех галина васильевич непонятно галина васильев а наверное васильевич наверное васильевич это фамилия да добрый вечер спасибо что уделили мне время я поняла ответ на мой вопрос а на фото жигулевской есть я одна сама в день юбилея прививку делала ну тогда оно мне интересно вот это из черенка а это мы пропускаем о там драм-драм-драм-драм-драм выращивание персика из косточки поехали в новогодние праздники хочется просто подиванить включи гадкие подарите себе отдых с телевизором на платформе Яндекс.ТВ Покупайте телевизоры с Яндекс.ТВ в Ситилинке Здравствуйте меня зовут Евгений Чертков в своих видео я рассказываю о том как живую обустроение в лесу на участке размером мы не можем позволить мы читаем что у Черткова заказал у железа сейчас остановлю заказал у железа косточки персика сделал сертификацию посадил вырастил саженцы и один из них на третий год дал первый урожай в ролике рассказываю в своем опыте в общем экономим эти 8 минут вот а результат положительный ура еще один пример у нас получился Вера Юдина здорово пока ой сколько мы уже нашли косточек эй тумирязевки присоединяйтесь вот я и к вам уже обращаюсь да не это ну понимаю оскорблены не знали что все это растет в дурацком положении и все равно призываю обещал вам эти косточки подарить вы пожалуйста обратитесь ко мне никакой обиды никакие унижения не будет а девчата вот я же помните как я переначал хлопцы гоп до кучи все Константинович а хлопцы тогда и девчата гоп до кучи пишу обещанное письмо это Вера в Жолтайском крае село Новоматвеевка очень маленькое село мама трое детей как многие сельчане несмотря на тяжелый труд имеем очень скромный доход фрукта волю не видели в руки попал каталог сады России а при чем тут сады России как и многие потеряло голову от картины хотел всего побольше в результате потраченные годы и деньги вы решила поискать более порядочный питомник Господь мне показал вас видите Господь поверила сразу и вам и себе в семнадцатом году заказала косточки абрикосы абрикосов слив получила первый рожай из 50 абрикосов 37 зашли ух ты это круто значит ученица хорошая искусственная сертификация 2018 косточки персиков слив результат из 40 зашли 43 нормально были двойневые персики а нет были двойневые персики 27 зашли 17 так это вообще ученик превзошла есть такая поговорка ученик превзойдя учителя 19 год черешня вишня ну результаты поскромнее 4 из 10 7 из 10 так выписывала черенки делала прививки все растет первые персики кушали дальше видео и фото с огромным уважением там там тарам 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 что-то теперь поймет из косточки или сенка или из косточки или сенка Татьяна Барнякова эх как заканчивая 2021 год что я нос повесил а а кстати почему я нос повесил морозов нет 10-20 градусов большая часть дней это феномен какой-то это куда я переехал то ведь точно будут мордой тыкать что-то Украина морозы я боюсь сглазить что когда с минус 50 вот я боюсь сглазить но с другой стороны ну нельзя такая теплая зима это аномалия мне нужно чтобы постоянно доказывать что абрикосовы держатся роградцы морозы что персики полуукрывные я боюсь говорить неукрывные поверите замерзут 40 градусов бывает 2 дня а бывает 20 дней правильно Татьяна Борнякова я из Омска в 2007 выписывал косточки ах ты ё-моё во-первых это было 40 лет назад ух ты засадил огород отдавал на соседей отбраков большие деревья 5-6 метров из косточек оставило 2 много а в прошлом году оставшиеся дали небывалый урожай сейчас посмотрим как там эти мерезицы эти мерезики эй сейчас посмотрим на дички она же выписывала косточки абрикосов ничего я злорадствую вот сейчас небывалый урожай ветки ломились тогда получается вообще дикари должны быть спасибо за вдохновение к прививкам это вы заразили меня волшебством теперь в моем саду поселились много сортов яблоня груш некоторые сорта ваши большое счастье ощущают себя волшебницей давайте посмотрим на волшебницу вот она волшебница вот они абрикосы так ну что вы там насчет дикарей ну конечно с косточки конюш но это конечно мелковаты вот у них есть такой знаете некоторые как кровь благородных то один из родителей все таки был культурный потому что это не чистая манджоса это гибриды вот пожалуйста посмотрите ну скажите что это дикари жердель эй сколько я над вами буду издеваться ведь это такую глупость растиражировать там миллион сто тысяч подписчиков вы думаете за свой за базар отвечать надо девчата ну а это уже явно это гибрид с амуром вон они носики торчат вот ну конечно не седемры не мои стогрового урожая не бывало пишет она ну что куда столько костик девать ну это уже заодно это уже заодно а у нас северный сенап его можно его не спутаешь у него продолговато такая яблочко такое вытянутое о господи персик ох ты еб так ну ладно так ну вот осталось две минуты давайте Нину Акиму успеем вы мне прислали много лет назад черенки косточки в среднем по Волжье в Леновске теперь не только у меня не только у меня растут ваши крупноплодные абрикосы и персик хасанский растут без укрытия так абрикос уцелел один из косточек оказался самый крупноплодный крупнейшим из привитых черенками это что я придумал на рынке покупатели не верят что эти абрикосы получается абрикосы уже на рынок носят это что резать куку курицу которая дает золотое яйцо это сколько надо вырастить чтобы торговать плодами которых бесценные кости как его зовут Нина не рано так на рынке покупатели не верили что абрикосы растут у нас я конечно рассказываю что их происхождение вот а это моя переписка он у меня Троценко просил ее телефон зовут Нина Акимовна живет или Акимова Акимова а я написал Акимовна ну ладно в общем он данный ее уже знает так все друзья пошла последняя минута сейчас отключится меня уже полчасовые долбят уже не надо не больше десяти минут вот вам сильно много говорите а сколько я сегодня наговорю урожай персика этого года последние созрели в тени это все Нина там там драм какое дети какие дички ой ой какие дички сколько я еще буду издеваться над людьми которые это цитируют глупость размножая ее для миллиона этих подписчиков эту глупость вот пожалуйста ну правда из Севенка привыкана сливу все друзья время наше стекло там дальше еще интереснее будет давайте вот на этом остановимся вот до свидания еще может быть сниму один фильм в этом году сегодня 31 декабря с наступающим новым годом друзья товарищи вот наше дело правое как говорил Иосифа Иосифа Иосифович мы победим